Субтитры делал DimaTorzok Костик, хочешь быть ведущим? Я должен быть ведущим Женя Синельников Вот уже 4 года Бессменный режиссер программы Красиво стоят девочки И танцуют Теперь по стечению обстоятельств Женя Синельников Новый ведущий Орла и Решки По свету готовы, можем работать Вот это фокус Он очень любит командовать Кривляться И самолично подбрасывать монету Орел или Житон? Житон Житон Теперь Женя Синельников Новый ведущий Орла и Решки Ну что, удачи тебе, Жека Береги себя Привет, это Орел и Решка И мы начинаем новый сезон И открываем неизведанную Европу Сегодня мы открываем Бордо Регион во Франции, где пьют Бордо Где богатые французы отдыхают Проверим твою удачу Давай Давай Орел Орешка Орел Первая передача сезона Да Новичкам всегда везет Нет, были, да, если что нет А мы сейчас поймем, всегда или нет Всегда Регина Новичкам и дуракам всегда везет В данном случае я новичок, поэтому Что так сходу? Ты что издевалась? Это же вообще несерьезно Карточку, дай, пожалуйста На, вот тебе два евро Карточку, карточку Товарищи продюсеры Дайте карточку Карточку, карточку Карточку Моя премия На первый раз Я тебе обещаю Это мой тебе подарок Подарок так подарок Это мой подарок Будут тратить сегодня деньги И не смотреть, как кто-то тратит А сам будут тратить Машину мне Быстренько Французская провинция Бордо Терра инкогнито для наших туристов Это благословенная земля на юго-западе Франции Размеренный, тихий регион Где люди вкусно едят Сладко пьют И крепко спят Здесь нет достопримечательностей Но есть столетиями формировавшийся метод Хоропливый образ жизни Самый благословенный на планете Первым делом я конечно же взял себе крутую тачку Скажем кабриолет Символ Франции Не, не это, это банально Последнее время среди миллионеров Высшим писком считается не лимузины А винтажное авто 60 лет назад это был самый популярный во Франции автомобиль А сегодня их осталось 5 штук на всю провинцию Именно поэтому аренда и стоит 200 евро в сутки Вот она Сила Точнее две Две лошадиные силы Буду ехать и загорать Приятно? Не заводится Реально не заводится Вот так вот все эти раритетные машины Твою дивизию Такие моменты всегда нужно постучать по рулю Это сейчас ретро автомобиль У которого не закрывается дверь Это роскошь Винтаж, да? А раньше это был обычный бюджетный автомобиль Который должен был быть у всех У каждого В свое время Ситроен Дюшеву стоил около 6000 франков То есть 250 бутылок вина Что было по карману каждому французу Кроме того, расход топлива составлял всего ничего Три литра на 100 километров Стоит ли удивляться, что в 50-60-х годах На дорогах практически не встречались машины другой марки С этой машины в принципе пошел французский автопром Поэтому мне хотелось именно на ней покататься Это своего рода Жигули наши Или Запорожец, если хотите В наши дни автопром шагнул далеко вперед От таких коробок передач Дверных механизмов И систем кондиционирования Но поверьте У настоящего француза Дрогнет сердце при виде горбатого Ситроена Дюшеву Курс евро-доллар постоянно колеблется Сегодня за 100 долларов дают 74,5 евро На эти деньги я и буду жить два дня Начать путешествие по провинции Бордо Можно с главного города Который называется Бордо Хм, кто бы мог подумать Дешево добраться в центр можно на автобусе В принципе, аэропорт Бордо маленький И тут все просто Автобус номер один идет в центр Всего евро 40 Ну вот она, неизведанная Европа Французская провинция Бордо Это тихий, благословенный, сытый край Полный виноградников и трюфелей Коллекционных вин и вяленых окороков Столетиями возделываемые сады И живописные деревья Два дня мы будем с вами кататься И смотреть, как тут все устроено На этом, наверное, самом безмятежном пачке Европы Первое, что чувствуешь, выйдя из автобуса Что попал в провинциальную Европу Уютные аллеи Старинные мощеные улочки с готическими зданиями Тишь да благодать Посреди города стоят старинные часы По средневековым понятиям Часы были мега-достижением науки и технологий Поэтому, если город уже раскошеливался На общегородские часы Так строили с размахом Массивная башня с куполами и колоколами Больше всего в жизни Жители Бордо любят степенный, размеренный ритм жизни Дамы неспешно прогуливают баллонок Мужчины вальяжно курят сигары Те, кому уже совсем нечего делать Перекрашивают и так вполне опрятного вида окна В Бордо принято красить окна и решетки Не когда оно облезло А раз в полгода Поэтому город выглядит очень аккуратно Больше всего жители провинции Бордо Любят выращивать виноград и делать из него вино Поэтому Бордо это сплошные виноградники В год жители провинции выпивают около 200 бутылок Интересно, что любой желающий Которому не жалко трех сотен евро в год Может арендовать себе несколько виноградных кустов И в конце года получить дюжину именных бутылок Первосортного Бордо В последнее время среди богачей Стало очень модным преподносить арендованные кусты В подарок родным или друзьям Снять люкс можно в любом отеле мира А вот арендовать номер в Шато Можно только во Франции Боже мой Ох Жарина Ну, с первого раза закрылась Шато Это аристократический замок за городом Чувствуется, что тут в средние века Проживали французские аристократы Которые вечерами любили играть на рояле Комнаты пропитаны атмосферой средневековой Франции Старинные винтовые лестницы хранят дух 18-го столетия В замке повсюду расставлен антикварят Вот, например, раритетное кресло привратника С обшитой бархатом крышей Добрый день Добро пожаловать в винный регион Франции Шато Линьон в вашем распоряжении Приветствую А вы знали, что у нас в провинции На интерьер принято тратить очень много денег И очень много времени В свободное время Жители провинции проводят на барахолках Подбирая всякие антиквариат для своих домов Характерная черта местного стиля Это сочетание старинных и современных вещей Очень интересное сочетание Современной мебели Современного вообще этого И витраж на потолке Ну красота же Там кухня в одном стиле Розовая, современная И вот тебе, пожалуйста, кот спит Абсолютно аутентичный, натуральный, французский кот На первом этаже живет семья Которая владеет замком Комнаты на втором сдаются постояльцам Комната капуцина Пойдем Оооо Ооо Вот это уже мое Вот сразу же Захожу Лайкет Вообще весь дизайн делают детали Вот все какие птички Или ручки Вот смотрите какие классные Вот вроде бы обыкновенная лампочка Просто деревяшки Просто куски камня Вот приятно жить с таким шкафчиком Правда любовницу здесь не спрячешь Ну и кто прячет любовницу в шкаф Что за бред вообще Это площадь парламента Ну как такового здания парламента я не наблюдаю здесь Хотя возможно местные парламентарии приходят сюда кушать Сыра и вина Больше всего в жизни жители провинции Бордо любят покушать Завтрак обычно занимает 2 часа Обед 2 часа А ужинать принято не менее 3 часов То есть в общей сложности Жители Бордо тратят на еду по 7 часов в день Стоит выйти на самую древнюю в городе парламентскую площадь И на тебя несутся запахи Шато Бриан Магре Гратен До Финуа Муль Маринье И разумеется Фрикассе Жульенов и Рататур Но цены кусаются Примитивнейший бутерброд с картошкой фри Стоит от 9 евро А полноценный обед тут стоит от 20 евро То есть в среднем 170 гривен Есть хочется, пить хочется Это главная площадь города Де-Ля-Бурс Казалось бы, обычная себе площадь Но это обманчивое впечатление Мало кто из туристов знает Что это уникальное сооружение имеет 3 вида Сейчас мы с вами созерцаем первый вид Обычный А вот чтобы насладиться вторым видом Нужно немного подождать Каждые 15 минут площадь заполняется водой Местные жители называют это место зеркалом Потому что оно наполняется водой На пару сантиметров И в нем отражаются все дома блестящие Дороги, машины, люди Получается очень красиво С центральной площади город можно увидеть как на ладони Шпиль кафедрального собора Мост Наполеона Панорама по реке Гаронны Но это еще не все Через 15 минут на площади включаются краны с холодной дымкой И площадь приобретает третий Самый необычный вид Туман Это, наверное, самое лучшее место Чтобы освежиться А мы продолжаем наше исследование Бордо Пообедаем в одном из лучших ресторанов Смит Олафит Посмотрим цены Дикий сибас 45 евро На наши деньги 760 гривен Соленье из Аркахоны 780 гривен Дикий тюрьбо по 720 гривен Вот еще есть голубь Аквитанский 750 гривен Дикий тюрьбо по 720 гривен Ну я на самом деле приехал сюда ради главного деликатеса Франции Фуагра Фуагра это знаменитый на весь мир деликатес Это паштет из печени гуся Который виртуозно делают в провинции Бордо Его вкус теняет зеленое яблоко и сухарики Приступим Приступим Боже, как вкусно Как они это делают Надо поехать на ферму и посмотреть, как они выращивают эту вкусную печень Не всякая гусиная печень это фуагра Фуагра производят на специальных гусиных фермах из печени специальных гусей Для того, чтобы печень стала неестественно жирной, существует особая технология издевательства над гусями Просим нервных, беременных и гусей удалиться от экрана Бедные Всех вас ждет одна участь Вообще, если честно, все производство фуагра это довольно-таки ужасный процесс И посмотреть его никто не хочет Точнее, никто не хочет его показывать Туристов пускают только на такие вот Красивые фермы Где гуси счастливо га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-гочут А на самом деле это выглядит вот так Два раза в день гуся ожидает жестокая процедура кормежки Для того, чтобы печень у гуся выросла большой и жирной, он должен съедать килограмм кукурузной муки в день. Сам гусь не съест и десятой части этого, поэтому его кормят насильно. Я в шоке. Я просто в шоке. А так гусей закармливали 50, 100 и 150 лет назад. Древний способ. Просто воронка вставляется в горло и проталкиваешь. Потом народ придумал вот такие штуки. Автоматически проталкивает. Потом заменили на двигатель небольшой, ну а впоследствии вот получилась вот такая. После такого откорма печень заплывает жиром и увеличивается в несколько раз. Неприятно. Капец. Не хотелось бы мне быть гусям. Последнее, что видит гусь в этой жизни, это комната. Ну а что мы хотели, что ли? На деревьях, что ли, растет флагра? Все, что мы сейчас увидели и услышали, это, конечно, очень познавательно и очень печально. Поэтому я возьму всего лишь две баночки. Раз и два. Грустно брать больше. Грустно. Это шоколад и мята с кусочком золотой фольги, насколько я понимаю. В десертах для миллионеров часто используют такой ингредиент, как съедобное золото. Это микроскопически тоненькая фольга из самого что ни на есть настоящего золота. Есть его не опасно и даже, говорят, очень вкусно. Будем... Тут ее совсем немного. Но золото очень полезно для организма. Безвкусно. В принципе, безвкусно. Боже мой. Боже мой, какой нежняк. Я думаю, флагра нежная. В целом, Бордо – зачетный городишко. Сюда приятно приехать на денек. Но для того, чтобы почувствовать колорит провинции, нужно ехать в глубинку. Отличный способ окунуться в местную жизнь и изучить деревенские нравы – это прожить пару деньков с местной семьей. Здесь на помощь любознательному туристу приходит каучсерфинг. Для тех, кто в танке и впервые смотрит нашу программу – краткое пояснение. Каучсерфинг – это когда местные жители бесплатно принимают у себя дома туристов. Мы так уже ночевали много раз. Каучсерферы считают, что если люди из разных стран будут дружить, то войны не будет. С каждым годом все больше туристов так путешествуют. Их уже миллионы. Спустя полчаса поезд прибыл. Успела. Деревни в провинции Бордо сильно отличаются от наших. Дома не огорожены забором. Никто не выращивает огурцы и не копает картошку, не заводит свиней, нигде не видно курятников. Вместо этого – бассейны и ухоженные лужайки. Все-таки несмотря на то, что это такое село, деревушечка здесь очень приятно. Здесь все так по-европейски, все так красиво, так изысканно. В этом доме стоимостью 500 тысяч евро проживает обычная провинциальная семья. Люси Жако. Это она разместила объявление на сайте каучсерферов. Люси каждое лето приезжает с родителями погостить у бабушки. Чтоб не кисло, их дом всегда открыт для путешественников. Если вы хотите, я могу показать комнату, где вы можете идти в доме. Класс! Вау! Это прямо комнатка для принцесски. Посмотрите, как кукольный домик. Спасибо. Класс? Ровно в 6 часов вечера глава семьи Джефф звонит в колокольчик. Это означает, что всем пора ужинать. Все за стол. Помните, мы говорили, что бордосцы очень любят есть? Так вот, ужин – это самое святое. Ужин обычной семьи провинции Бордо начинается с фуагра и шампанского. Бюджетные путешественники, мотайте на ус. Для того, чтобы попробовать настоящую фуагра во Франции, вовсе не обязательно платить 50 евро, как Женя Синельников. Ее можно попробовать и бесплатно. Она не хуже ресторанной. У нас на дачах картошечка, мяско жареное, грибочки. А тут стягчинно-благородные салфетки, ножички, вилочки и фуагра с шампанским. В провинции Бордо разрешено садиться за руль после того, как ты выпил. Допустимая норма – 0,5 промилле. А для того, чтобы себя проверить, можно ли тебе за руль или нет, в местных супермаркетах продаются специальные алкотестеры. Они не такие, как у нас. Они не реагируют на один бокал вина. Проверим. Если содержание алкоголя больше допустимой нормы, он сразу покажет. Ну что, цвет поменялся? Но до указанной черты. Это значит, что я могу еще садиться за руль. Или продолжить экспериментировать. Ужин в провинциальных семьях – это святое. Это не столько прием пищи, сколько сакральное семейное мероприятие. Все непринужденно общаются, весело шутят и обсуждают события прошедшего дня. Если жители города уделяют ужину 2 часа, то жители деревни – 4-5 часов. Здесь в Бордо просто культ еды. Они могут садиться на аперитив в 11 часов утра, есть мясо, рыбу, мясо, рыбу, фуагра. А потом в 6 часов заканчивать и в 6.30 снова начать. Любопытно, что жители провинции вовсе не толстые, хотя и едят большую часть своего времени. Все из-за того, что в местной кухне нет гарниров, типа вот каши или картошки, как у нас. И еще здесь никто не ест майонез. Вот потому и не толстеют. Шел пятый час этого типичного местного ужина, когда Джефф подал в десерт. Французские сыры. Здесь их едят с вареньем, и поэтому они считаются десертом. Друзья, ведущие меняются часто, а традиции практически никогда. 100 баксов, записка. В Бордо драгоценная бутылка спрятана на пустыре, что слева от железнодорожной станции Сент-Джейн. Прямо перед гостиницей Best Western Hotel. Ищите ее в заборной прощелине, заложенной камнями. Друзья, и поторопитесь, потому что в Бордо винные бутылки уходят за долю секунды. Друзья, в этом сезоне мы побывали в 27 городах и странах на краю света. В каждом таком месте мы прятали наши традиционные бутылки со 100 долларами. Из 27 бутылок наши зрители нашли уже 15. Итак, начинаем поздравлять наших кладоискателей. В Эфиопии клад нашла целая бригада. Виталий, Радик и Евгений с сыном Артемом. В Танзании бутылку отыскал москвич Юрий Черноморченко. В Маниле первой в условленном месте оказалась Карина Малаева из Новосибирска. В Ханое бутылка досталась Назару, Степану и Кате. Жители Тюмени Николай и Кристина случайно оказались на Борнео и воспользовались своим шансом, чтобы найти там бутылку. В Мельбурне самым удачливым кладоискателем стала Лидия Играмова из Красноярска. Ура, товарищи, ура! А Юлия из Новой Зеландии первой добыла клад в Окленде. В Торонто клад пришлось буквально доставать из-под земли. Это получилось сделать у наших постоянных зрителей. Сиднейскую бутылку обнаружили Роман и Сергей. В Токио клад нашла Олеся Костицына. Как мы и учим, она сразу же сделала селфи со 100 долларами. А вот в Киото бутылку нашли местные жители – Есиюки и Юкиногу по наводке своих друзей Саши и Дианы. В Гонолулу, что на Гавайях, Настя нашла бутылку и на своем опыте убедилась, что она таки настоящая. В Тайбее клад достался Владимиру Рязанову и Артуру Мурашову из Нижнего Новгорода. На Аляске клад нашли россиянин и украинка – Леонид и Елена. Они еле дождались, пока от клада отойдет медведь. И, наконец, в Дублине бутылка со 100 долларами досталась латышам – Насте и Артуру. Всех поздравляем! Субтитры создавал DimaTorzok Завтрак! У французов по утрам настоящая сладкая жизнь. Круассаны, йогурты и корзинка джемов на любой вкус. С клубникой, с киви, с сайвой. Этот из малины. Это непонятно с чем. Этот из персика. Выберу себе с лимоном. Этот сезон называется «Неизведанная Европа». Мы путешествуем по местам, о которых мало кто знает. В провинции Бордо такие места тоже есть. И очень разумно второй день уикенда потратить на их осмотр. Вот первая из них – Великая Дюна Пила. Это дюна Пила. Самая большая песчаная дюна в Европе. Это огромная куча песка на Атлантическом побережье провинции. Три километра в длину, 150 метров в высоту. Считается, что Великая Дюна появилась под воздействием ветров и приливов 8 тысяч лет назад. Великая Дюна не стоит на месте. И с каждым годом она растет и продвигается вглубь берега на 5 метров. Рядом находится деревушка, которая постепенно засыпается песком. Ученые говорят, что через 40 лет ее засыпет совсем. Провинция Бордо славится на весь мир своим знаменитым деликатесом – трюфелями. Трюфеля – это маленькие сморщенные грибочки мерзкого вида, которые растут под землей. Это самый дорогой гриб в мире. Стоит от 1000 евро за килограмм. Самые крупные экземпляры продаются аукционов по 200 тысяч евро. Любознательный турист может поехать на ферму по выращиванию трюфелей и посмотреть на них поближе. Это Николя де Волуа. Вот уже три поколения подряд он выращивает трюфели. В провинции Бордо нет человека, который бы лучше в них разбирался. Эта экскурсия стоит всего лишь 10 евро. Выглядит гриб как-то невзрачно. Да и на ощупь напоминает присохший камок земли. Сейчас я как блондинка должна сказать… Господи, я же думала, что это конфетки. А трюфеля – это грибы. Так за что же гурманы со всего мира платят за него баснословные деньги? Трюфеля обладают насыщенным грибным ароматом. Маленькой щепотки грибной стружки достаточно, чтобы придать бульону характерный землистый аромат. Пахнут, конечно, они как орех, жареный орех. Когда люди пробуют трюфель в первый раз, они разочаровываются. Говорят, что он пресный и невкусный. И лишь со временем гурманы начинают ценить его тонкий, ни с чем не сравнимый вкус. Это самые дорогие грибы, которые когда-либо держало в руках. Несмотря на их дороговизну, попробовать трюфель может каждый. Весят они в основном по 10-20 грамм. Например, этот стоит 13 евро. Трюфеля растут под землей, на корнях деревьев. Чтобы их найти, нужна специально обученная собака. И очень осторожненько, чтобы не повредить гриб. Очень-очень ярко выражен запах. Чувствую, что он прям спелый-спелый, этот гриб. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ого! В корзинке нас собиралось где-то 400 грамм. Ничего себе такой урожайчик. 400 евро на секундочку. И еще одно место, о котором мало кто знает. Оказывается, во Франции есть ассоциация красивых деревень. И одной из самых красивых деревень признана вот эта. Ля-Рок-Гожак. Ля-Рок-Гожак. Самая красивая деревня не только провинции Бордо, но и всей Франции. Помимо того, что деревня невероятно живописна, звание красивой деревни выдают за три главных критерия. Критерий первый. Население деревни не должно превышать две тысячи жителей. Здесь 420. Критерий второй. В деревне должны быть места, представляющие культурную ценность. Здесь их полно. И старинная усадьба 12-го столетия. И замок позапрошлого века. И даже наскальная живопись. Третий критерий красивой деревни – это ее сохранение в первозданном виде. Вместо пластиковых окон – ставни. Вместо рубероида – старинная черепица. Все, как и 500 лет назад. Вот как-то все во Франции сделано так, что вот живи и наслаждайся. И не надо тебе ничего больше. Просто кайфуй. Молодцы. Туристов много и ни одного русского. Вот что значит неизведанная Европа. Больше, чем пить вино, жители Бордо любят разбивать сады. Они делают их в каждом поселке, в каждой деревушке и городишке. Этот – самый живописный сад. Маркисад. Столько здесь всякой фигурной зелени. И тенистые аллеи. И лабиринты из самшитовых деревьев. И подстриженные в виде разных форм кусты. Чтобы добиться такой красоты, нужно подстригать кусты каждый божий день на протяжении 400 лет. Возделывать маркисад верено всего 5-ти садовникам-виртуозам. Каждый день они стригут эти кусты. Каждый день. Ну, поэтому и красота такая неописуемая. А в кустах парочки целуются. Больше всего в жизни по воскресным вечерам жители Бордо любят танцевать. Поэтому по всей провинции стихийно возникают танцплощадки, на которых люди всех возрастов отплясывают котельон, гавод и даже временами рок-н-ролл. Путешествие по Бордо очень успокаивает нервы. Катаешься себе по живописным дорогам. Вокруг спокойно, тихо, красиво. Никаких неожиданностей и неприятных сюрпризов. Конечно, через неделю тут можно будет от скуки повеситься на кусте винограда. Но на уикенд вариант то, что. Вот, ну, какой нежняк. Господи, я же думала, что это конфетки. Ну, это же просто крутотень. Воаааа! Эй! Моншари! Бонжур! Бонжур! Ну, как тебе Бордо? Знаешь, ну, вот такой вот город релакса. Здесь больше, наверное, пить, есть и гулять. Да, я согласен. Но, честно говоря, с большими деньгами не так-то просто. Надо как-то… Я даже в ресторане одно блюдо заказал. Нет опыта и машину взял вроде какую-то крутую, а потом немножко пожалел. Одно блюдо в ресторане? Да, но зато очень вкусный и очень шикарный ресторан. И гостиница у меня была. Ты мне умеешь распоряжаться золотой картой. Ну, это первая программа. Я, честно… Не поздравляйте! Спасибо! Нет, это ты… Это я тебе поздравляю! Ты чего? Ты чего ожидала? Что я буду стоять просто!